Наша страна постепенно, шаг за шагом пробивает дорогу наверх, как в социальной сфере, так и в экономической. И появилось такое интересное сочетание, как территория опережающего развития. Сегодня попробуем обсудить эту тему в программе «Главные новости». В студии Александр Фельдман. Здравствуйте. Напоминаем, телефон прямого эфира для всех наших телезрителей. 5 11 99 66 8 800 532 55. По этим номерам добро пожаловать к нам в программу. Сегодня у меня в гостях, позвольте вас представить, экономист Булат Бакеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что откликнулись. Тема действительно интересная, удивительная, потому что жителям нашей республики знакомо такое понятие, как особая экономическая зона. Теперь вот появляется целый кластер, как территория опережающего развития. Для начала, для всех телезрителей о чем речь? Или как это в аббревиатуре еще называют ТОССР? Да, абсолютно верно. Аббревиатура ТОССР – территория опережающего социально-экономического развития, если сказать полностью. Этот инструмент направлен на создание точек роста в так называемых моногородах. Которые по тем или иным причинам оказались завязаны на какого-то одного производителя местного, который давал основные рабочие места. Если он попадает в тяжелые положения, то страдает весь населенный пункт. Перейти на работу в другое место не получается. И вот, чтобы поддержать вот такие населенные пункты, был придуман этот инфраструктурный механизм. Экономические потрясения, как в нашей стране, так и в мире, как-то так начали частить в последнее время. Поэтому от этого в том числе защищаются конкретно горы. Абсолютно верно. Потому что экономика устроена так, что когда она сокращается, а мы с вами последние годы наблюдаем именно сокращение экономики у нас в стране, то страдают в первую очередь слабые звенья. Слабые звенья – это именно моногорода, основной работодатель которых не нашел свое место, испытывает какие-то проблемы. И им надо в первую очередь как-то оказывать поддержку. Если еще простым языком, правильно ли я понимаю, что очень многие говорят, что кризис – это в том числе и возможности определенные. То есть для кого-то это потрясение и крах, а для кого-то это возможности. И вот эта система позволяет, даже если какая-то компания приходит к краху, то у какой-то другой появляются просто возможности. В больших городах эта система, эта схема, она работает. Когда кто-то, какой-то производитель, работодатель начинает испытывать проблемы, на его место приходит другой, он забирает на себя рабочую силу и открывает новые производства или новые какие-то предприятия в других сферах. В малых городах не всегда это возможно. И вот здесь государство должно на себя взять эту функцию регулятора и помочь возникнуть новым работодателям именно в этих малых моногородах. Хорошо. Нужны ли Татарстану эти самые ТОССеры? В чем плюс, в чем выгода? У нас, несмотря на то, что в целом республика неплохо смотрится на фоне других регионов, тем не менее у нас тоже есть проблемные районы, проблемные населенные пункты. И если нам удастся с помощью вот таких инструментов привлечь туда новых инвесторов, которые создадут новые рабочие места, это плюс будет всем. Ну вот уже ранее я упомянул о особой экономической зоне. То есть вот эти два инструмента, они не противоречат ли друг другу? Возникают ли у них какие-то сложности? То есть одно другое ли не поглощает? Ну то есть вот в сравнении с особыми экономическими зонами. У них немножко разные сегменты, немножко разные целевые аудитории. Если особые экономические зоны, они создаются прежде всего для привлечения иностранных инвесторов и создания каких-то высокотехнологичных производств, то территория опережающего развития, они таких грандиозных планов перед собой не ставят. Там привлечь внутреннего какого-то российского или даже инвестора, может быть, из того же города. Но который в данный момент не решается вложиться в создание нового производства. Но вот с учетом вот этих льгот, он может на это решиться. А на ваш взгляд, для республики, что выгоднее, скажем так? Что более даст свои результаты и плоды? Тосер или все-таки особые экономические зоны? Ну, особые экономические зоны, она в прицелы, может, зарекомендовала как себя, как живой механизм. И он уже дал свой положительный эффект и будет дальше развиваться. А Тосер, ну, еще ему предстоит доказать свою эффективность. Да, надо попробовать, конечно. Аппетит всегда приходит во время еды. Хорошо, готов ли на сегодняшний день Татарстан предоставить инфраструктуру полностью под Тосер? То есть есть ли у нас на все это время, деньги, ресурсы, люди? Самое главное, что есть у нас, есть населенные пункты небольшие, где существуют промышленные площадки, территории есть, которые приспособлены для промышленного производства и в настоящее время не загружены. Поэтому каких-то больших вложений в инфраструктуру не потребуется. Там есть коммунальная инфраструктура, есть транспортная. Поэтому больших вложений не потребуется. Потребуются какие-то организационные, только усилия. И я думаю, Татарстан готов к созданию таких площадок. А в целом по стране насколько актуальна вообще эта проблема? Я имею в виду создание в том числе и Тосеров, моногородов. То есть вот в процентном эквиваленте, если брать, скажем так, регионы в целом. В каждом же регионе есть свой крупный город, в каждом регионе есть свои моногорода. И их в большей степени, мне кажется. Проблема очень актуальна. Это следствие того, что наша страна очень долго развивалась по социалистическим правилам. А чуть конкретнее в чем они заключались? Был единый центр управления, так называемый Госплан, который формировал производственную программу для всех предприятий. И все производство было настроено на один центр управления, на одну цель. И за счет этого создавалась загрузка в том числе и в малых городах, где это было выгодно с точки зрения распределения по логистике, по рабочей силе, по секретности, если это связано с военными производствами. Но эта система, она в учебниках по экономической теории прописана, что такая система жесткого управления, по аналогии с Госпланом, она эффективна на коротких промежутках времени, в условиях мобилизационной экономики. Когда надо собраться, победить в войне. Ну, собственно говоря, ведь такие лозунги и были, правильно? То есть перевыполним план, так далее, так далее, тому подобное. А потом на более долгих промежутках уже система начала проигрывать по эффективности капиталистической. И вполне, в общем-то, логично произошел развал этой системы. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт. К этому надо спокойно относиться. И в условиях рыночной экономики, вот эти моногорода, они оказались немножко не способны предоставить необходимое конкурентное преимущество для инвесторов, для создания рабочих мест. И по большому счету, проблем моногородов было бы лучше решать тогда, когда в бюджете было много денег. Но тогда время упустили. Ну что ж, упустили, упустили, значит, сейчас надо решить. Другие реалии теперь. Да. Сейчас уже откладывать некуда. И в условиях все-таки ограниченных какие-то ресурсы. Но проблему надо решать. Альтернатива, это надо расселять город, вывозить людей в другие населенные пункты. А там просто забывать. Да, ну это еще дороже и нецелесообразно. Хотя, с другой стороны, ведь иногда строят дом. Я очень часто слышал такое выражение, когда очень древнее здание, и его, чтобы отремонтировать, проще его вообще снести полностью. И на его месте возвести точно такой. Как, собственно говоря, в Москве, я не помню, что гостиница Москва, по-моему, прямо на центральной площади. Гостиница Россия. Гостиница Россия. Вот тот же принцип. А с моногородами? То есть, действительно это так экономически невыгодно? Может, действительно? Ну, каждый город надо рассмотреть отдельно. Если, допустим, какой-то город создавался в расчете на добычу полезных ископаемых, конкретно месторождение. Если месторождение истощилось, то, может быть, действительно есть смысл его и вывезти людей, а законсервировать здание и оставить до лучших времен. Но в Татарстане таких городов нет. У нас все-таки... Ну, у нас разнообразие большое. У нас и сельское хозяйство, правильно? И химия, и машиностроение. То есть, мы стараемся как-то так полноценно развиваться в разные стороны. Да, там, если, допустим, взять транспортную инфраструктуру, определенные проблемы были у Чистополя, потому что он древний купеческий город, ориентированный на водный транспорт, когда проблемы с водным транспортом начались, и проблемы у Чистополя начались. Сейчас мост через Каму построили, и, в общем-то, проблема решена уже, транспортная доступность есть, можно город и дальше развивать. А существует альтернатива еще какая-то, скажем так, решение проблемы моногорода, помимо Тосера, в частности? Ну, и особая экономическая зона. Хотя, особая экономическая зона, она же тоже, в принципе, так или иначе может решать проблемы моногородов. Да, да. То есть, все эти и особые экономические зоны, и территории опережащего развития, они направлены на привлечение инвесторов в те точки, куда при прочих равных условиях инвесторы пойти не захотят. Поэтому, ну, по большому счету, альтернатива только одна, глобальная, это развивать экономику в целом, опережающими темпами, чтобы инвесторам было интересно кладываться везде. Но глобальные идут, если очень грубо, особенно людям, как мне, которые не сильно-то разбираются и в экономике, и в том числе в особых экономических зонах, глобально для меня, если я правильно понимаю, это налоговое послабление. Вот в этих территориях, вот в этих зонах, в частности, правильно? И тогда инвесторы это, в принципе, привлекают. А для республики, мы же сокращаются, налоговая база тогда, получается, недособираем? Очень хороший вопрос и очень скользкий вопрос. Абсолютно верно. Предоставляются очень существенные налоговые льготы, и, по сути, только так можно привлечь туда инвесторов. Для бюджета минус в том смысле, что прямых налогов получается меньше. Плюс в том, что создаются рабочие места и идут налоги заработной платы. А, то есть все-таки заработная плата, налоги поступают. Да, да, они как раз идут целевым. Просто я думал, что это в целом даже и работники, и все, то есть это один-единственный котел, который в меньшей степени... Нет, там разные налоги, и они переспечиваются. Но здесь вот нужны какие-то понятные механизмы, чтобы льгота предоставлялась только тем предприятиям, кто реально создает рабочие места именно здесь, а не так, что зарегистрировались, а производство где-то в другом месте открыли, как филиалы, чтобы вот этот механизм надо отслеживать. И надо как-то бороться с какими-то потенциальными злоупотреблениями, чтобы все-таки производства создавались, чтобы они существовали, чтобы рабочие места создавались. И, может быть, как-то предусмотреть со временем, когда эти производства стоят на ноги, их постепенно лишать их льгот и переводить на общий режим. Потому что очень такой вопрос, который требует считательной проработки, чтобы налоговые льготы не создавали почву для коррупции. Ну, кстати, да, это вопрос ведь не пожизненно же, правильно? То есть есть какой-то, наверное, определенный договор с любым инвестором, с компанией? Да, там статус резиденства, он не должен быть вечным. Либо он может продлеваться, но при условии создания все новых и новых рабочих мест. То есть если предприятие расширяется, пусть продолжает пользоваться льготно. А если оно не расширяется, то мне кажется, надо предусматривать по времени ограничения, чтобы они все-таки готовились переходить в нормальный режим и конкурировали со всеми на равных. Потому что, опять-таки, на долгосрочной перспективе слишком большие льготы убивают конкурентоспособности. Хорошо, хорошо. На сегодняшний день, по нашей информации, Минэкономразвитие одобрило три заявки. Собственно говоря, все три и было подано от Республики Татарстан по созданию ТОСР. Это Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск. Правильно? Есть еще у нас какие-то, скажем так, проблемные? И почему именно эти города, на ваш взгляд? Эти города, они как раз попадают под те признаки, что у них есть хорошая база промышленная. У них были, раньше развивались, были промышленные площадки. Благодаря советской системе еще как раз. Да, еще с тех времен остались. Ее надо загружать. Поэтому хорошая транспортная инфраструктура в Зеленодольске, она просто великолепна. Там и железнодорожный, автомобильный, и водный транспорт. Ну и доказания тут, собственно говоря, совсем рядышком. С точки зрения потока рабочей силы. После открытия логистического центра в Свияге, в Свияжске, то там, я думаю, синергетический эффект будет очень хороший. А что там за логистический узел какой-то? Ну, создается, если я надеюсь, что не отодвинуться. И в 2018 году, насколько я знаю, должны уже открыться. Мультимодальный логистический центр Свияга. Это дорога морская. Это складской огромный узел, где сходится в одном месте водный, железнодорожный, автомобильный транспорт. И не такое большое транспортное плечо получается до авиационного. То есть, такой некий док-порт. Уже несколько лет проект развивается. Я надеюсь, что он будет реализован, запущен. Он хорошо коррелирует с транспортным коридором до Китая, который через Татарстан идет. То есть, вот в этой части у Зеленодольска очень хорошие перспективы. И если проследить эффект, мы же можем уже говорить о эффекте от свободных экономических зон, особых экономических зон. И они уже существуют довольно-таки продолжительный период времени. То есть, это уже десяток лет, наверное, примерно. Когда мы можем ожидать какого-то результата от ТОССера? Потому что, если сейчас они запускаются, то есть, когда нам хотя бы можно взглянуть и сказать, да, наверное, что-то здесь не работает или наоборот работает. С учетом того, что масштаб там все-таки другой и больше ориентации на малый и средний бизнес, на небольшие производства, я думаю, что через год, через два уже будут какие-то результаты. Уже будет год-два, но это очень быстро. Понятно, что они не грандиозные будут. А с особыми экономическими зонами было так же? Нет, там все-таки ориентированы на более крупные инвестиционные проекты. И там требуют больше вложений, там более целевой поиск иностранных инвесторов был. Поэтому там больше эффект, но для этого нужен и больше промежуток времени. Можно хотя бы какой-то портрет нарисовать, скажем так, инвестора или производства, которое идет в Тоссер непосредственно? Территория переезжает. Ну что это? Это швейный цех маленький, какая-то хлопчатобуможная фабрика, бумага? Кондитерское производство. Серьезно? Почему бы нет, да. Кризис кризисом, пищевые производства, они всегда интересны. И тот же самый кондитерский рынок, хотя он очень конкурентный, там всегда можно найти какие-то небольшие ниши, куда можно устраивать какие-то производства. То есть это сегмент среднего и малого бизнеса, правильно я понимаю? А вот особо экономическое, это уже крупный бизнес, да, сам по себе? Да. А, тогда логика понятна абсолютно. Поэтому они не пересекаются. У нас есть такой еще пример, как Иннополис, который ориентирован на компьютерные технологии, информационные технологии. Там уже совсем другой сегмент. То есть они не мешают друг другу, а только помогают. А Иннополис не относится к особо экономической зоне? У него есть какой-то статус, да, это уже есть, но он специфически именно ориентирован на информационные технологии. Хорошо, тогда средний и малый бизнес, ТОССеры, особо экономические зоны. Есть ли еще какие-то инструменты, которые помогут, в том числе этим городам, перечисленным даже? Да как, да вообще всем. Ну, можно, насколько я помню, у нас еще в Татарстане не задействован такой механизм, как создание рекреационных зон, ориентированных на туризм, на отдых. То есть мне тоже кажется, в этой части можно посмотреть, взять, если за базу взять тоже, допустим, Елабугу с ее историческими местами, да, там и Шишкиной, говорили с Девицей Дуровой. Там можно там создавать какие-то есть, посмотреть старые санатории существовавшие, их как-то модернизировать. То есть вот это можно посмотреть. По транспортной инфраструктуре надо дальше тоже работать. С другой стороны, ведь тоже нужно двигаться, наверное, от головы или все-таки нужно идти в малые города. Потому что если культурный слой глобальный в большом городе, который, собственно говоря, толкает дальше прогресс все остальное, если культурный слой, а зачастую все-таки туризм, это люди, которые действительно жаждут что-то увидеть, что-то посмотреть, что-то узнать. Любопытный. Довольно-таки редко простой работяга откуда-нибудь, я не знаю откуда, из Воронежа вдруг поедет в Казань на экскурсию, к примеру, или в Елабугу. Вот в Казань ездят. В Казани очень большая работа была произведена, создана инфраструктура. И оттолкнувшись от нее, все-таки здесь те же самые автобусные туры, они не такие длительные. Можно, создавая, продолжая развивая в Казани эту отельную инфраструктуру и подтягивая к ней транспортную инфраструктуру, можно использовать ее для именно как однодвухдневные какие-то экскурсионные туры. Да, у нас есть классика, это Раифа, это Булгар, это Свияжск. Надо расширять эти направления. Та же самая Елабуга, недавно мы в позапрошлом году приехали, просто посмотрели, ну великолепно там. Да, там недолго, ну полдня, может не больше, но тоже чертово городище. Вы знаете, мы разговариваем, как говорится, наши бы речи кое-кому в уста, потому что вроде бы на словах все правильно, все гладко, все интересно. Я надеюсь, что так и, собственно говоря, будет протекать ровно так же, как и наши беседы. По делу, содержательно и просто. Я благодарю вас, большое спасибо. Спасибо вам. Был очень интересный разговор. Уважаемые телезрители, мне остается добавить, что наша республика вместе с нашей страной двигаются к правильному и уверенному светлому будущему. Это была программа «Главные новости». В студии был Александр Фельдман. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»